Привет мои дорогие зрители. Этот малыш родился уже стариком. Друзья, прямо сейчас вы узнаете, как сегодня выглядит малыш, который появился на свет уже седым. Садитесь поудобнее, мы начинаем, поехали. Альбиносы – редкий случай в генетике, но на самом деле встречаются они повсеместно. Их особенность – неспособность выдерживать воздействие ультрафиолета из-за дефицита меланина. Эта специфика проявляется не сразу, а в первые месяцы и годы жизни. И в темнокожих племенах тоже есть такие дети, особенно если до этого в поколениях были подобные случаи. По этой причине альбинизм не стоит считать недостатком – это обычные дети. Таким был и новорожденный ред из индейского народа. Патриция Уильямс впервые посмотрела на своего ребенка после родов и сильно удивилась. Мальчик был беловолосым, внешне походил на глубокого морщинистого старика, а глаза были миндального оттенка. Мать решила, что это заболевание, но доктора убедили ее – все в порядке, это генетическая особенность. Малыш рос и развивался, как все обычные дети – заводил друзей, учился и играл. Почему в индейском роду родился альбинос? Стали искать исторические факты и узнали, бабушка Редда была блондинкой, хотя отрицала свою принадлежность к альбиносам. Она верила, что виной ее необычного вида был сбой в здоровье, когда ее мама носила плод. Семья ее поддерживала и защищала, чтобы женщина не расстраивалась из-за внешности. И уже никто бы не задумался бы об этом, но вот на свет появился внук с еще более сильно выраженным альбинизмом. Редд подрос, ему девять лет, он очень востребован в качестве фотомодели. И ему нравится сниматься для разных брендов. Он выглядит очень стильно, планирует в будущем строить карьеру манекенщика и фотографа. У него есть брат Рокуэлл, тоже альбинос. Когда люди в первый раз увидели рекламу с участием Редда, многие были поражены его внешностью. Она буквально завораживает своей необычностью. Кожа как будто светится, волосы нестандартного оттенка, словно окрашены в необычный цвет. И ничто не напоминает о том, что младенцем этот мальчик был похож на 90-летнего старичка. Теперь как будто процесс старения пошел вспять, с каждым годом он превращается в очаровательного юного паренька. Люди часто обращают внимание на братьев и проявляют любопытство, внимание им всегда обеспечено. Действительно, таких детей индейцев встретишь нечасто. И дети не против такого внимания, они любят быть в центре событий. А что вы думаете по этому поводу? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Друзья, поддержите канал лайком и подпиской. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках на канале, мои дорогие зрители, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok